В данном лоте два объекта. Это проспект Героев, у нас поликлиника, и в данном второй объект, вот здесь, начиная от проспект Героев, заканчивается шоссе, по этому лоте, если мы говорим. Сколько из этой суммы, вот именно на эту дорогу уйдет, какая там протяженность, ну, соответственно, сроки, когда планируете приступить, когда планируете закончить? Контракт был примерно на сумму чуть меньше 20 миллионов, если мне не изменяет память, почти 18 миллионов уходит как раз вот на эту дорогу. 18 будет? Да, и 1 миллион там остается на заезд к детской поликлинике. Предварительно назначено начало работ на 24 число, окончание в течение 30 дней с момента подписания контракта, то есть это должно состояться до 3 сентября. Как производство, качество выполнения, поэтому он сейчас все правильно сказал. А какие виды работы здесь будут? Слезать старый асфальт, сколько? Слезать дорожного покрытия, укладка выравнивающего слоя и укладка верхнего слоя, все стандартно. А вот число от какой получится? Если не ошибаюсь, 4 и 5 сантиметров, 4 выравнивающие и 5 верхние, то есть 9 сантиметров. Естественно, когда рассматривали объекты, что делать, можно было, конечно, заложить и замену с бордюром, но, к большому сожалению, где-то вот условно от сметной стоимости 40% уйдет на бордюры. И поэтому было принято решение, вот где еще более-менее нормальные бордюры в этом году как бы не планировали. Здесь эта работа выполнялась механизированным способом. Естественно, когда машина идет, а она как бы дерево зацепляла, естественно, произошло такое источник. Дано команду подрядчикам однажды снять, и чтобы там ни одной косточки не было. Кто подрядчик? Спецотранс. Вот по этому участку будет приниматься решение. Скажи, что требований к ровности края, ничего никаких нету, разве просто? Тут абсолютно в этого нет. Если у нас, по идее, все тротуары должны делаться с бордюром, с поребриком, после чего мы только сможем сохранить эту ровность, и будет примыкание к поребрику пропиткой, и тогда он будет сохранять. Здесь без асфальтов укладчика, естественно, у них получился вот этот вот разброс. Если бы здесь маленький прошел какой-то асфальтов укладчик, и у него бы вот этот вот, ну, замер вот этого корыта, он бы ровно-ровно-ровно шел. И тогда бы, попадая только на бетонное основание, вот тогда бы они бы более-менее все это вывели. Ну, смотрите, вы строительство со стажем, знаю, многое контролировали, работает. Вот я на даче, например, ложу, я почему-то знаю, что шифер можно поселить, или старый тот же самый шкаф, вот так от моста по всему длине передвигаю и сделать. У меня будет ровнее. Почему здесь профессиональный строитель делал хреновее, чем я на даче? Вот вопрос. Это как вообще? Вы же знаете, что можно сделать ровно. Просто нежелание получается? Нет, это нежелание. Вы больше проливать не будете? А это разве не фрезерование? Не фрезеровали? Нет, это уже уложенный первый слой. Просто здесь пока машины подъезжали, разгружались, немножко на мусорили и закатали битон. Когда укладчик сюда ближе подойдет, вот это все выметут и прольют еще раз. А это первый слой, который уже уложен. Вот это новый, да, это уравнивающий слой. А это уже основной слой. Если не ошибаюсь, четыре. А вот еще, да, вот сюда. Виталий, а это слой. Здесь вплотную нюх. Вот здесь вот кривой край, потому что когда выравнивающий слой идет, они стараются сделать ровно. Когда подойдут сюда, вычищают вот это вот все на самого основания, проливают еще раз. Не, не про это, Олег Андреевич, говорит. Вот это выравнивающий слой. Вот это четыре сантиметра, да? Ну, здесь сошли на ноль просто, когда уже ближе сюда подходили. Нет, выравнивающий слой на то и выравнивающий, что он где-то может быть четыре сантиметра, где-то шесть, а где-то два. Поэтому он даже с меткой измеряется по тоннам. А вы вот говорите, будут проливать еще. Ну, вон стоит уже богель с асфальта, и он готов сюда идти, ложить. А кто здесь еще проливает? Непосредственно, когда он подойдет уже ближе, тогда пройдут, прочистят и прольют еще раз. То есть вот если я часа два здесь постою и не прольют, вы свою ошибку признаете? Ну, ради бога, постойте. Обязательно. Ну, вот сюда я мизинец засуну, вот, вот. Засуну. А сюда не засуну. Бывает промешивается неравномерно. Плохо. Иногда распределяется. То есть асфальтный завод у вас работает плохо? Асфальтный завод у нас работает очень хорошо. И вот такая ситуация, это она нормальная. Когда начнется здесь движение транспортных средств, то это забьется пылью, затрется и будет нормально. Вот такая ситуация, это нормально. Просто здесь лежит асфальт, который был уложен вчера, поэтому он черный, на нем все видно. Тогда что вам здесь не нравится, скажите? Я говорю вот о том, что вы ее сделаете, забыть. Не получится это забыть. Это все затрется у вас, по-вашему? Вот это все. Ну, если взять, не могу пальцем человек. Да? А так все затрется, да? На 11 тысяч квадратных метров вы нашли один камушек. Сколько? Я сейчас дойду до Минска, я вам там покажу, кто балбес и в кого затрется. Ну, ты не камушка, ты уже прямо. Дорога, которую многие обращались, просили. Здесь очень много моментов связано не только с ремонтом дорог, здесь и с расширением парковочной зоны. Сан Саныч здесь, вот его было предложение, насколько я помню. И расширение вот этого горлышка, так скажем, где машины не разъезжаются. Давайте это вы в двух словах расскажете. Один из проектов, это у нас ремонт дорожного покрытия, начиная от факела социализма, заканчивается до Академика Жука. На самом деле, нареканий очень много на плохое качество дорог. Но вторая тема, вот когда мы проезжали, оттуда видели, как сосуд заужающий. То есть здесь также было принято решение расширить дорогу, рядом проложить кешеходную дорожку, то есть люди ходили. Вот где мы сейчас находимся, здесь у нас будет уголок безопасности, зеленым насаждением за бордюром для того, чтобы как бы могли автобусы останавливаться спокойно и выходить и стоять там, если есть необходимость людям. С той стороны тоже у нас как бы будет обновление. Мы также здесь применяем бордюрный камень, обновляем. За остановку у нас здесь парковочное место, по-моему, на 46 месяцев. То есть, когда машины будут приезжать, чтобы не было здесь кучки парен, там, естественно, где-то порядка 2,5 миллиона рублей тратим на эти деньги. А также здесь предусматривается как бы верхнее слое, естественно, два слоя выравнивающие и на основном 9 сантиметров. Мы объехали порядка 8 депутатских округов. Мы посмотрели пешеходные дорожки в рамках нашего муниципального бюджета, которые были сделаны по заявкам жителей, по заявкам депутатов. Отрицательно вот это то, что, конечно, у нас не соблюдаются графики выполнения работ. Вот у нас идет с большим отставанием, но работы должны быть выполнены до 1 сентября. Мы посмотрели этот объем работ. Где-то, конечно, у нас есть сомнения в том, что они будут сделаны в срок. Ну и с положительного мы все-таки посетили те дорожки, которые на сегодняшний день приступили к их ремонту. Увидели ряд уже недочетов и заранее с подрядчиком попытались переговорить, чтобы исправить. Надеемся, что все эти замечания будут устранены со стороны подрядчиков. Но необходимо отметить, и я считаю, что необходимо об этом говорить открыто и прямо. Есть замечания не только со стороны подрядчиков, но и замечания со стороны исполнительной власти, со стороны администрации, со стороны заказчиков этих работ. Сегодня мы обратили внимание, например, на улицу Строительная, по-моему, где, на мой взгляд, я думаю, и коллеги меня поддержат, сделал не совсем качественный проект дороги. Ну и, соответственно, была подготовлена совсем качественное, мягко говоря, некачественное техническое задание, в рамках которого и подрядчик производит исполнение своих работ. Что касается заказчиков, ну, наверное, тоже здесь надо сказать не только о плюсах, но и о минусах. Заказчики, которые в лице отдельных руководителей муниципально-дорожных организаций, они, наверное, почему-то не накопили, наверное, достаточный багаж понимания, что от них требуется, что входит в их задачу. Если говорить об исполнителях, то, ну, наверное, к исполнителям должны прибегаться не только санкции в виде штрафов, составления каких-то актов или бумажек. Именно исполнители должны понимать, что их работы не будут приняты городской властью. Вот когда они это будут осознавать и понимать четко, вот тогда, может быть, и качество будет. Если мы говорим о том гарантийных сроках, которые мы там всегда всем объявляем, 5 лет гарантийных срок, ну, давайте тогда тоже говорить о том, что эти сроки должны соблюдаться, и обращение тоже есть. Я знаю, некоторые депутаты говорят о том, что гарантийные обязательства подрядными организациями не выполняются, которые два года назад делали, год назад делали. У нас есть, к сожалению, такие случаи, когда месяц назад сделала организация асфальт или дорожку, и там уже какие-то вопросы у жителей появляются. Вот об этом тоже надо не стесняться говорить. Но в этом случае должны говорить не только депутаты, да. Это в этом случае, наверное, на острие вот этих моментов должны стоять руководители того же УДХБ. Они должны об этом, наверное, тоже заниматься и показывать свою работу. Вот тогда, если эта работа будет показана, тогда, может быть, и у жителей будет меньше вопросов и к власти, и к администрации, и к исполнителям, и меньше, может быть, будут каких-то там мыслей возникать о том, что где-то кто-то прикрывает глаза на какие-то моменты. Пример приведу, да, у нас там проезд энергетиков, по-моему, да. Мы проезжали, сколько, месяц, полтора или два назад проводили там мониторинг тоже, делали мониторинг ямочного ремонта. Там выполняла у нас организация, там, тот же наш МУП, Балавтодор. Ну, были вопросы, к сожалению, к этому ямочному ремонту. Прошло полтора месяца, мы сейчас там закатываем эту же дорогу сплошным покрытием. Ну, вот тоже, да, сейчас, если мы говорим о ямочном ремонте, который был оперативно, очень достаточно был сделан, в общем, если говорить, в целом, да, весной, когда, то есть до майских праздников, все было сделано, скорость была, в принципе, достойная. Ну, сейчас тоже, ну, как бы, многие задают вопрос, а почему ямочный ремонт перестал вдруг делаться, да, почему он сейчас не делает, почему мы не видим технику, которая выполняет, в том числе, и ямочный ремонт сейчас, летом, почему можно же до сентября делать. Я понимаю, ответ сейчас от того же Балавтодора будет, денег нет. Ну, слушайте, ну, здесь тоже можно сказать, деньги, наверное, действительно их нет, да. Да, но, вот тоже выступал с предложением финансировать, может быть, увеличить финансирование муниципального предприятия, на базе которого, может быть, тоже создать организацию, которая будет также участвовать в аукционах и побеждать, и делать качественную работу. Ну, опять же, почему денег нет, почему такой инициативы нет? Возможно, потому что, ну, доверия нет к организации, к той же муниципальной организации, к тому же Балавтодору. А почему доверия к организации нет? Потому что, может быть, доверия нет, в первую очередь, к руководителю. Если руководитель говорит какие-то вещи, он должен, наверное, за свои слова отвечать, и эти слова должны быть подкреплены с его стороны и действием. А как бы всегда говорить, там, денег не даете, я и не буду делать, ну, наверное, не совсем правильно. Вот тоже позиция УДХБ. Ссилаемся на то, что у нас техзадание, а кто его формировал, а УДХБ формировало, и в рамках, и загнали нас же самих в эти рамки техзадания, что мы даже предъявить подрядчику толком не можем. Потому что, согласно техзаданию, у нас только там, мы можем предъявить по толщине. По волнистости не можем, по кривизне не можем, эти, закапываем. Ну, опять же, выводы надо каждому, наверное, делать правильные, в том числе и при формировании техзаданий. Делая хорошие вещи, получаем, иногда получаем какой-то обратный эффект. Хотелось бы сказать еще, вот тоже, приезжал Николай Васильевич Панков, разговаривали тоже, ну, правда, без СМИ, да, кулуарно, но готов с вами поделиться. То есть, он тоже предложение высказал. А вот денег сейчас в рамках транспортного налога, ну, очень много, ну, не очень много, но много выделяется. Значительно больше, чем до этого, да. Ну, обратите внимание, посоветуйтесь жителям, обратите внимание на то, что, может быть, уделить внимание и тем дорогам, которые вообще никогда до них просто очередь не дойдет. То есть, я имею в виду, ну, мы можем переделать очень часто, там, каждые два года большие дороги, в которых действительно движение есть, но есть вероятность, там, рассмотреть, может быть, сделать дороги те, которые, там, ну, скажем так, на окраину. А потом уже в рамках экономии где-то можно будет и здесь сделать. Вот у меня такое мнение сложилось. Но опять, не хочу там сильно, хочется на положительной ноте закончить. Хочется пожелать нам всем максимально прозрачно провести ту работу по ремонту наших дорог, потому что, действительно, ну, в этом году, как никогда, будет это видно. Я надеюсь, что эффект будет как раз положительный, и это жители тоже оценят. Спасибо. Спасибо.